итак дорогие друзья мы начнем запись следующей части эта часть будет такая она мы чисто заготовим модельки prefab для дальнейшего их использования потом мы следующей части заключительные по крыш барьером настроим ассет который будет расставлять по дороге по нашим условиям как мы скажем ему а вот сегодня нам нужно что расставлять подготовить модельки prefab логики настроить чтобы в следующий раз просто на этом не зацикливаться и просто уже полностью как бы подготовить ассет уже с готовыми моделями начнем мы с того что откроем папку которая у нас была это unity road куда мы храним на диске все наши данные для моделирования меня здесь есть папка crash barrier у меня уже здесь есть модели я их удалю вот вы тоже создайте пашку назовите ее crash barrier папку в моделях модели так кто лишь барьер и она сейчас пустая сейчас мы начнем ее заполнять так так сейчас мы начнем ее заполнять и я сейчас вот что хочу сделать вот прошлый раз может если кто делает мы делали лоупольную модель и здесь есть а вот это вот полосатая штука которая ставится в конце в начале барьера я вот этот отключите префабик нода трансформации которая немножко его сдвигает она не нужна и вот здесь тоже вот это отключите она не нужна вот это и так начнем с лоуполь вот и слоупольная модель здесь прописан адрес к вот к этой папке d unity road model скреш барьер и лоуполе лоуполе это название фибикс нашей папки для того чтобы сохранить мы просто нажимаем save to disk и сохраняем видим он сюда перешел сохраняем hypo ли модельку вот она наша hypo ли моделька мы опять нажимаем вот адрес hp hypo ли моделька save to disk вот они все начинают появляться а что появляться он начинает ее просчитывать записывать об все записал отлично теперь у нас все вот эти маленькие модельки которые есть уже просто их у нас все уже подготовлено мы их и смотрим чтобы они все появились потому что может там в пути какие-нибудь ошибочки быть всякая может быть и того должно быть 8 моделек и 2 для для запекания текстур в принципе на этом наверное сегодня в гудине больше ничего не будем делать и все такой коротенький урок и открываем substance painter открываем substance painter и запуска запускаем substance painter и я вам дам ссылку на уже готовый материал давайте сначала запекем так файл и вот такие настройки металл пирби и до выбираем модельку по нашему адресу low poly убираем нажимаем alt можно вращать shift можно окружение двигать освещение карту ну так и ставим нажимаем f1 получаем нашу карту нажимаем f2 получаем f1 и f2 запекаем добавляем бомбит окружен делаем бэйк можно чуть повыше сделать баундин бокса грани лучи и убираем average нормал здесь они не нужны это не камень в камне можно применять и бэк делаем ждем пока запекется она будет подольше запекаться потому что у меня уже здесь как бы я повторно открываю а еще и запек то я же не дал модельным да а ч поле и шпи хай поле модель забыл вот теперь он будет ее запекать вот здесь бы на паузу нажать ну ладно пускай запекает это наверно полминуту займет но а да я наверно еще не показал были вопросы потому по сетам почему мне ошибки возникают так далее где они вообще хранятся я так понял что кто просто как бы берет файл открывает гудининской ссылкой которую давал после 2 2 часть там возможно такие ошибки быть что у вас не видит что этого файла вот он хранится кстати здесь вот смотрите документ с документ и так подать и сделаем документы гудининг гудининг шнадцать с половиной от и элс и вот они вот здесь и хранятся здесь и фигов при фабы которые вы делали когда-либо здесь хранятся бэкапы кстати тоже хранятся вот ну в общем то некоторые вот еще сопики вот так что имейте это ввиду но тем временем у нас продолжает запекаться а тем временем да кстати друзья пускай пока запекается вот ссылочку я дам я сюда загрузил на насчет этот материал чтобы не возиться нам собственной 3 еще до кучи вот пошла кстати печка заработала так смотрите вы скачиваете этот материал и крэш барьер с буковки и я нашел чтобы он здесь вначале появился spsm substance painter smart материал умный материал то есть уже настроенный материал сохраняем ok вот второй раз я его скачиваем что я проверял его и суда его перетаскиваем вкладку smart материал здесь будет предупреждение импортировать текущую сессию в текущий проект или и навсегда давайте его с навсегда это уж сами решайте нужно вам или нет и вот он здесь подгрузился видите и крэш барьер по алфавиту не выстраиваться слушайте в новых версиях стомсом пейнтера по-моему там мета старе стоит еще старенькая по-моему там отдельные папки какие то можно настраивать ну чё перетаскиваем сюда его и все готово сейчас немножко посмотрим пробежимся что здесь да как сейчас он его просчитает красная полоса прошла и мы его как бы затекстурили давайте все таки посмотрим что здесь и как вот и почему так ну чтобы это сделать все отключаем кстати вот этот может уже ничтожит дефолт дефолтный слой вот ну первое там бит окружен как бы я всегда его делаю его можно как бы немножко по оклюю это самое зависимости от того надо вам поменьше побольше двоечку поставить так примерно щелкнуть и можно двоечку если ровненько прописать ну и в карта все-таки на единичку надо ставить будущем имейте ввиду на трех на тройку запекает и вы проекция так но это амбинта клюшин как бы все таки он такой немножечко такой придает как бы объем нашей формы вот здесь видите это лоу поле вам а это лоу поле зеро это главная модель а эта модель на с низкой детализации на расстоянии ну что ж здесь что у нас делать ну металл значит здесь имейте все идет по color selection то есть вот например пик я выбираю по цвету у нас есть запекается карта цифровой идентификации айди которую мы делали в гудине и вот именно для этого она и сделается цвет чтобы сюда по цвету как бы делать маски следующее у нас идет color selection вот это по-моему не нужно можно ее вообще открыть а это болтики 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 заклепочки заклепочки да вот тоже цвет в общем все по цвету у меня по цвету идет так дальше у нас слушать зачем-то сюда я давал я уже не помню так красненьким да это не надо вот этот не надо так это беленьким эти беленьким немножко с грязью white так это каем очки а это а это пиларс стоечка вот они все вот так вот запекается если у вас цвет какой-то перепутал то смело пример выбирайте по цвету и он все сделать вот вот принципе вот берете вставляете сюда smart material перетаскиваете все готово сохраним это я всегда сохраняю файл сэйф ас к тире киров моделс все всегда сохраняю потому что так крыш вот сюда же сохраняем вот здесь видите идет процесс сохранения все сохранился то есть здесь у нас появилась крыш барьер ну чтобы все в одном месте было да он занимает много места он это жрет собственно пейнтер потому что он хранит тут дофига всего тихая полька хранится то есть ну ресурсы на диске нужны такие хорошие вот там не знаю несколько моделек там данных займет теперь экспортируем модельки файл экспорт так сейчас экспорт значит конфигурацию меня собрана конфигурация эти посмотрим вы можете по умолчанию все экспортировать и все просто у меня чуть собрана то и моя ага а вот у меня и int 5 стандарт металли копия у меня сделал вот что у меня здесь вообще есть здесь у меня сделан бейс кауэр альфа эмиссия еще у меня зачем-то включена но этого канала нет ну давайте наверное не будем мучиться а просто сделаем вот документ ченнел то есть все документы которые здесь есть плюс нормалька и плюс амбита клюша то есть это по-моему у вас базовая будет здесь чтобы ничего не мучить давайте сделаем экспорт о куда мы экспортируем на диск z экспортировали неправильно да неправильно мы не выбрали здесь стать спортивным пинге 16 бит на пинжи так и экспортируем мы на диск t запомнила на так модул скрэш барьер ага все правильно выбор папки смотрите вот сюда экспорт экспортируем в 1к кто хочет может экспортировать в 2к в принципе она все автоматически пересчитает и все вот наши материалы я открою огромные значки и вот наши материалы полы появились да вот это нормалька нам не нужна в общем я перетащу то что нужно так ну что ж запекли в собственно на на закроем чем не нужен сохраним еще разочек вот внизу идет сохранился закрываем и открываем наш проект вот у нас что сейчас здесь есть так хорошо так у нас есть модельки а вот до модельки вот здесь мы создадим папку назову ее барьер здесь и создам две папки так первая папка будет нажимаем два переменовываем модели а вторая папка будет префабы так и в папку модельки я закинул так давайте наверно сделаем таблица я закинул я закинул вот эти все модельки 8 штук я закинул все карты потом разберемся чуть хотя чё их все закидывать я запи закинул так нет так дайте мне посмотреть так ага бейс колор нормальку нормальку рафнес и металлик надо было не помню и и и о да амит и клюже так 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 ээээ старик хотя посмотрю че лучше так ээээ наверное я пока вот этот осетик скрою дорогу скрою Так, и создам пустой, пустой GameObject, назову её Crash, так, назову его Crash Barrier, назову его End, так, отлично, нажимаю по него и перехожу к нему в ноль, о, здесь что-то у нас, жму сюда и говорю Reset Position, так, создам я сюда Add Component и создам не Mesh Collider, а, кстати, Collider делать на них не делаю, давайте пока не будем делать, так, создам для него Group, создам LOD, LOD Group, отлично, так, вот этот я уничтожу и вот этот, так, будет я сдвину на единичку, а здесь поставлю на процентов 10, так вот, пускай так пока будет, да, так, закину я сюда вот эти две модельки, нажимаю сюда, Shift сюда и закидываем их сюда, оп, промахнулся, вот сюда, отлично, и в первый LOD я перетащу вот эту модельку, а сюда перетащу вот эту модельку, так, таким образом у нас срабатывает LOD, ну, в таком расстоянии нормально и потом вообще исчезнет, так, так, исчезает, ну, настраивать окончательно будем в следующий раз, когда у нас все уже будет на земле вдоль дороги, так, ну, давайте 20 процентов подставим пока, ну, вот так вот, LOD перескакивает, создаем материал, назначаем материал на их, и давайте сюда перетащим Albedo, хорошо, к нормальку, фиксим, фиксим, и, это что у нас, Ambient Occlusion первый, нет, второй, так, и добавим Ambient Occlusion, ну, наверное, чуть-чуть я все-таки пониже сделаю, давайте сделаем 0,7, и добавлю, так, Metallic, добавлять Metallic или, да, Metallic, ну, ладно, Metallic по максимуму поставим, вот видите, такая вот модель, да, пускай такая будет, отлично, первое сделали, ну, и чтобы ничего не делать, давайте его скопируем, еще разок нажимаем Ctrl D, копируем, так, эту чуть-чуть сюда сдвинем, эту чуть-чуть сюда сдвинем, эту чуть-чуть сюда сдвинем, отлично, вторую делаем, нажимаем, так, вторую сделаем, назовем его, что у нас там по порядку идет, пилар, нажимаем, вот, отлично, эти две удалим, и засунем сюда пиларчики, оп, попали, на них присвоим материальчики, так, пилар вот здесь запекся, но он всегда будет из стороной повернут, поэтому нормально, и сюда подставим наши пиларчики, и, в принципе, нормально, оп, сработал первый лот, зеро, ван, следующее сделаем, назовем его, что у нас там по порядку, по-моему, рядовая панель, ро, возьму рожки, сюда закину, направлю на них материальчики, хорошо, и, сделаю лоуды, так, лоуд 0 и 0,1, ну, практически незаметно, до перехода, да, незаметно, ну, опять же, поднастроим в следующий раз, когда уже будет все на поле, и последнее делаем, последнее делаем, это, типа, у нас, the end, это знак, короче, у меня так, мне так больше понятия, опять же, я меняю модельки, на, знаковые, не сюда, а вот сюда надо, беру знак, помещаю их, в лоды, накидываю на них, наши, группы, вот знак, ну, тоже практически незаметно, ну, знак, так, знак, угу, хорошо, так, теперь я все их должен сделать в нулях, так, это в нулях, я выбираю все, и здесь пишу ноль, ну, или пишу, да, ноль, чтоб они все были в кучке, вот и отличненько, все наши префабики готовы, кстати, вот это вот, пилар с этим средовым элементом, они уже как бы нормально будут, этот у нас будет где-то вот здесь находиться, вообще, а эта штука вот здесь, то есть вот так у нас будет начинаться, наш, крэш барьер, и так они дык-дык-дык-дык-дык пойдут, угу, дать его, потому что я не тот ствинул, ну, проверяем все, ребят, проверяем все, а то если у вас даже из-за лодов не видно, а потом будут проблемы, оп, так, все, все хорошо, и закидываем их в префабы, так, assets, models, хэш барьер, префаб, и закидываем их сюда, первый пошел, второй пошел, третий пошел, и четвертый пошел, вот у нас все есть, ну, теперь эти можно уничтожить, это можно уже показать, ну, и в следующий раз, естественно, нам руками ничего не надо будет делать, потому что у нас все будет, как бы, автоматически все, как бы, ну, выглядеть там будет вот так, примерно, вот так все будет выглядеть, вот такие мы заготовочки сделали, нажимаем shift и удаляем их, так, ну вот, сохраняем, в общем-то, ребята, на этом все, заготовили мы все необходимые вещи, модельки подготовили, сделали в Гутине, подготовили, в следующий раз, будет более интересно, чем сегодня, мы сделаем окончательно модели, мы сделаем ассет, по которому вот эти все штуки будут ставить, именно в том месте, где мы им скажем, их может быть здесь, я не знаю, десять тысяч вообще, этих барьеров, это, все происходит процедурно, и нам все равно, они заложены, они исчезнут на необходимом расстоянии, сколько бы их не было, как говорится, будут они стоять на, на поворотах, на крутых поворотах, ну например, здесь едем, значит он будет стоять вот здесь, с этой стороны его не будет, вот, значит здесь будет стоять, здесь, вот так вот, здесь, здесь прямое участие пропускает, с этой стороны, с этой, ну в общем там разберемся, ну, все, в следующий раз, мы будем заканчивать тему, с барьерами, закончим, и потом уже будем заниматься, другими делами, все, все,